так всем привет включил еще одну посылку с тремя тебе боксами x96 вот так вот она выглядит не знаю что здесь еще написано долго шла почтой нидерландов что-то полтора месяца около задержалась конкретно из-за праздников каких-то там китайских осени что-то такое в общем ну все таки зашла вроде нормально не знаю что здесь написано непонятно будем распечатывать смотреть и сравнивать здесь здесь у нас две версии одна версия 1 1.8 гигабайт а другая 2.16 вот посмотрим сравним рада все это будет нужно будет делать по-быстрому потому что их уже считай купили так что я считаю уже продал мне нужно их отправить сейчас через чем побыстрее все начинаем распаковку так первое это у нас 2.16 теперь применяли коробку пока везли с этой стороны нормально вроде вторая мог бы конечно продавец упаковать их лучше то как-то но это самое целое вообще идеальная коробочка тоже 216 и это у нас есть вообще наклейки нету почему-то но если будет 2.16 я не обижусь конечно хотя должна была быть 1.8 так в общем будем смотреть они так целиком в три штуки посылка была тяжеленькая я вам скажу так в общем начнем с этой красиво упакована новенькая чувствуется так у нас x98 вот то есть x96 версия не написано почему должны писать но вроде не написано не написано просто модель как называется комплектация блок питания под наши розетки hdmi кабель пульт путь мне не нравится из этой кнопки потому что здесь управление плеером лучше был бы программируемый пульт хотя им все равно не пользуюсь а лучше мышкой пользоваться чем этой так ладно здесь пока то будет сейчас будем проверять их на подключение так это у нас 216 интересно здесь хотя бы пишет x96 здесь есть наклейка 216 там почему-то нет такой наклейки тоже комплектация стандартная блок питания hdmi почему-то без пакетика не дадут мне снять звонят отвлекают ладно дальше продолжим это у нас 216 без пакетика почему-то так здесь у нас это тоже по идее должно быть 216 вот такие вот они маленькие еще раз покажу если не если не видели ранее в общем здесь у нас светодиод плюс индикатор он светит синим когда когда включен красным когда выключен ну и к порт здесь пульт дальше что у нас здесь есть два usb один из них оттега оттега по моему белый и тф карточка микросиди как от телефона маленькая такая но эти две дверечки это просто для вентиляции сделали здесь у нас и это дополнительно выход для инфо красного порта чтобы вытянуть дальше например если ставите за телевизор прячете здесь есть такие специальные чтобы вешать или на стенку или за телевизор например можно повесить чтобы он не мешал вам где-то вывести и к порт отдельно там по телевизорами туда пользоваться как смарт-телевизором полноценно дальше ави у нас здесь выход это для подключения к телевизору старого старых телевизоров через тюльпана например здесь ави вход как от наушников а туда три тюльпана левый и правый плюс видео в общем и к нему еще можно кстати колонки подключать если компьютер например это типа мини пока получается можно клавиатуру например мышку втыкнуть флешку еще как-то здесь через хаб какой-то получается и по использовать hdmi кабель к монитору там через первые дни включить то есть полноценно можно пользоваться как компьютером но только будет android операционка оптический выход и питание на 5 вольт ethernet это для подключения интернета напрямую через кабель можно здесь вай фай или это то есть выбор есть или кабель или через вай фай и здесь ничего нету вот так вот она выглядит собственно здесь решетка для вентиляции ножички прорезиненные чтоб не скользила приключения выдает красивый логотип такой с музыкой музыкальное сопровождение прикольно такой в общем неплохой tv-бокс очень шустрый с один из самых популярных сейчас берут почему-то не знаю из других у меня было семь или восемь разных моделей еще две сейчас едут в понедельник получу буду потом показывать тоже обзор из дешевых так вот этот получается самый больше разгребает самый популярный получается из бюджетных более-менее бюджетных tv-боксов то есть рекомендую потом посмотрю сейчас еще чем отличается 8 1 и 8 версии от 2 и 16 просто интересно сколько выдаст антуту например ну буду стараться по-быстрому чтобы успеть потому что нужно отправить людям как минимум две уже приставки останется 1 и 8 может потом еще будет можно не спешить можно будет больше снимать обзор так здесь здесь пакетик они засунули без пакетика дозлобились ладно так ладно также здесь обозначается 18 да что у нас здесь я здесь кстати у этой модели x96 нет bluetooth а вот это единственный минус который среди нее есть принципе но bluetooth это принципе мне на я например не пользуюсь никогда потому что вот что можно подключить через bluetooth например тот же самый там этот клавиатуру там блютусовку какой-то там или там джойстик например для игр но они же есть так же самое и радио то есть вай фай получается 2 и 4 гигагерца с такой стучкой для подключения зачем тогда bluetooth она и принципе и не садит меньше садит чем bluetooth bluetooth больше садит аккумулятор или батарейки чем этот радио не знаю bluetooth через телефон можно подключать просто bluetooth больше где есть например телефон это наверное единственный плюс вот так же самое можно и через вай фай подключать то есть находите сеть и раздаете то есть и его можно использовать как раздача и вай фая получается по квартире но это конечно способ такой себе потому что роузер роутер гораздо лучше сайте вставляется но если уже нет например другого выхода то можно использовать кстати так что еще что еще интересует так по-быстрому не 4 кей здесь видите как здесь здесь реклама 4 кей для воспроизведения то есть поддержка да она кстати поддерживает нормально проверял кстати в обзорах раньше показывал но я показывал через youtube у меня просто не было возможности подключить винчестер к тв боксу и одновременно снимать это было неудобно мне тянуть это все через флешку отдельно пробовал то есть через винчестер подключать винчестер к тв боксу и 4 кей воспроизводить без проблем воспроизводит тянет нормально но я не понимаю зачем вообще тут 4 кей сейчас в наше время потому что это 4 кей что вы можете найти 4 кей видео то есть несколько документальных роликов для тестирования и все потому что ни одного художественного фильма до сих пор еще нет это вот еще через несколько лет будет этот 4 кей в нормальном полноценном использовании но пока что его нет и это просто пиар не знаю с маркетинговых ход компании этих всех так же телевизор и телевизор и потому что чтоб даже дороже продать когда она выйдет этот 4 кей в реальности ну уже будет художественный фильм и тому подобное я думаю что будет тогда уже будет и цена соответственно намного дешевле это тех же телевизоров тех же всего остального прибора любых приспособлений так что сейчас просто переплачивать но с другой стороны сейчас через без 4 кей наверное приставки не найти но есть такие тиви боксы но там с 1 и 8 гигабайт и видел даже меньше 512 оператив но это уже наверное прошлый век знаю не тормознутые по сравнению с этими это намного шустрее быстрее так что хотите не хотите 4 кей все равно покупаете ну будет запасе так что ничего страшного но просто в там форумах и подобное так про этот 4 кей что он прям спорят уже воспроизводит не воспроизводит какая разница сейчас вообще сейчас еще нельзя судить поэтому воспроизводит или не воспроизводит потому что ролики короткие это одно 4 кей а вот полноценный размер фильма или там еще чего-то побольше ну тогда это уже другой объем и она может не потянуть кстати может слегка с притормаживать в будущем когда уже будут полноценные ролики но сейчас таких и в принципе и нету таких объемных сильно роликов на 4 кей есть даже ролики с 8 кей у меня даже компьютер тормозит конкретно у меня еще так жестко как он тормозит не то что тебе вот хотя я еще не пробовал может попробовать подключу ну да попробую подключу посмотрим потяните потянет просто интересно ладно пока что выключаемся сейчас подключу к телевизору и тогда посмотрим более подробно что он себе представляет ну то есть антуту и тому подобное как видео тянет программки закинулась айпи тиви и тому подобные пульс отправлять эти телевизор ладно пока что всем пока видео тиви и